Канары являются одним из популярнейших курортов. Архипелаг состоит из семи островов в Атлантическом океане недалеко от Марокко, однако принадлежат они Испании. Всего на территории находятся восемь аэровокзалов, три из которых являются крупными международными, включая аэропорт Гран-Канария. Самым крупным считается аэропорт Лас-Пальмас, который находится на острова Гран-Канария. Код Паэата, LPA, Паэка, GCLP. Канарские острова аэропорт обслуживает с 1957 года. Контактная информация следующая, адрес, аэропуэрто де Гран-Канария, тильде 35071, Гран-Канария, Лас-Пальмас, Канарские острова, Испания, телефон справочный, плюс 34 0 928 579 130, факс, плюс 34 0 928 579 117, электронная почта, официальный сайт. Важно, официальный сайт аэропорта Гран-Канария доступен только на английском, немецком и испанском языках. Вторым по значимости аэропортом является южный аэровокзал острова Тенерифе. Кодом Паэата является TFS, Паэка, GCTS. За 2017 год аэровокзал обслужил более 11 миллионов пассажиров. Контакты, адрес, 38 610 Гранадилла де Абона, Канарские острова, Испания, телефон справочный, плюс 34 913 21 1000, электронная почта, официальный сайт, доступный на испанском, английском и немецком. Третьим является аэровокзал Ланзарот или Ар-Исифи, расположенный на острове Лансароте. В 2017 году он обслужил почти 6 миллионов пассажиров. Код Паэата, ACE, Паэка, GCRA. Канары аэропорт обслуживает с 1941 года. Контакты, адрес, карреос 86, 35 500 Арефис, Ланзарот, Канарские острова, Испания, телефон справочный, плюс 34 902 404 704, электронная почта, официальный сайт, доступный на английском, испанском и немецком. Канарские острова все три сайта аэропортов имеют одинаковую структуру, так как принадлежат к сети Аэна. Онлайн табло можно посмотреть на официальных сайтах, если перейти с главной страницы в раздел «Флайтс». Там можно найти табло как вылета, так и прибытий, поисковыми критериями в которых будут временная зона, авиалиния и направление. Дополнительно можно вбить в поиск сверху номер рейса или пункт назначения и вылета. Само онлайн табло делится на столбики, время, номер рейса, пункт назначения или вылета, авиакомпания и самолет, терминал. Ссылки на онлайн табло аэропортов следующие, Гран-Канария, вылет и прилет, Тенерифе-Южный, вылет и прилет, Лансароте, вылет и прилет. От ЛПА аэропорт до городов можно добраться следующими способами – общественный транспорт. Можно воспользоваться услугами автобусов номер 1, 11, 36, 5, 60, 66, 90 и 91. До Лас-Пальмас до Гран-Канария можно добраться за 2 евро и 30 центов за 30-40 минут, до Пуэрто-де-Морган за 6 евро и 80 центов за 1-1, 2 часа, до Гуэмес за 1 евро и 40 центов за 25 минут, до Фара-де-Мас-Паламас за 4 евро и 5 центов за 40-60 минут, до Тельде за 1 евро и 65 центов за 25 минут. Звездочка автобусы курсирует достаточно часто, с 5-6 утра и до 11-12 ночи за редким исключением. Дополнительная информация доступна по ссылке. Такси. Они находятся на нулевом этаже в зоне прилета. Минимальная цена составляет 3 евро и 15 центов. За каждый километр стоимость составит 1,10 днем или 1 евро и 26 центов ночью или по выходным. За ожидание – 15 евро и 5 центов. Звездочка. Заказать такси можно по телефону плюс 34-928-574-556. Время в пути до Лас-Пальмас – 20-25 минут, до Пуэрто-де-Морган 35-40 минут, до Тельде – 15 минут. Собственный автомобиль. На территории аэровокзала есть паркинг. Добраться до городов можно за то же время, как и на такси. Стоит учитывать погодные условия и работы на дорогах. Канарские острова. Погода по месяцам – от Международного аэропорта Южной Тенерифе до городов можно добраться следующим образом – общественный транспорт. От и до аэропорта ходят несколько автобусов под номерами 111, 711-343-450-451-415. До Санта-Крус-де-Тенерифе можно добраться полтора-два часа за 9 евро и 35 центов. До Лос-Крестианос за 20-25 минут за 3 евро и 20 центов. До Пуэрто-де-Ла-Крус за 2-3 часа за 13 евро и 55 центов. До Коста-Адехи за 1-1,5 часа за 3 евро и 70 центов. Звездочка важна. Вся информация является приблизительной. Чтобы узнать точные расценки, необходимо посетить данный портал и ознакомиться с подробным расписанием и тарифами. Такси. Они находятся на стоянке на нулевом этаже в зоне прилета. Минимальная цена составит 3 евро и 15 центов. Цена за каждый КМ составит 0,55 или 0,63 в зависимости от дня недели и времени суток. Стоимость ожидания – 15 евро и 5 центов. Звездочка. Связаться с такси можно по телефону плюс 34-922-39-70-74. До Коста-Адехи можно доехать за 11 минут, до Санта-Крус за 40 минут, до Пуерто-де-Ла-Крус за 1,-1,5 часа. Собственный автомобиль. Аэропорт предлагает несколько стоянок. До городов можно добраться за то же время, что и на такси. Время зависит от ремонтных работ на дорогах, погодных условий и иных факторов. От аэровокзала Лансароти до городов можно добраться следующими способами – общественный транспорт. От и до аэропорта курсирует 4 автобуса – 22, 23, 161 и 261. 22 и 23 имеют одинаковый маршрут, однако первый ходит только по рабочим дням, а второй – по выходным и праздникам. До Аресифи можно добраться за 1 евро и 40 центов за 20-30 минут, до Пуерто-дель-Кармен за 20-30 минут за 1 евро и 40 центов, до Плайо-Бланка за 3 евро и 30 центов за 40-50 минут. Звездочка автобусы ходит каждые 25-30 минут в зависимости от маршрута. Дополнительная информация доступна по ссылке. Такси. Можно найти около входа в зал прилета в обоих терминалах. Стоимость каждого КМ составит 1 евро и 10 центов днем и 1 евро и 26 центов ночью и по выходным, ожидание – 15 евро и 5 центов. Звездочка до Аресифи можно добраться за 10-15 минут, до Пуерто-дель-Кармен за 10-15 минут, до Плайо-Бланки за 30-35 минут. Такси можно заказать по номеру плюс 34-928-520-176. Собственный автомобиль. Аэропорт предлагает парковки. До пунктов назначения можно добраться за то же время, что и на такси. Время зависит от условий на дороге. Принцевы острова Стамбул Все три главных аэровокзала Канарских островов предлагают паркинги – Гран-Канария. Предлагаются две парковки. Одна расположена в аэропорту, представляя собой трехэтажное здание. При резервации стоимость составит 80 евроцентов за час с ограничением в минимум 8 часов, без резервации – 1 евро и 60 центов за час. Звездочка вторая парковка находится в пяти минутах от аэровокзала для длительного нахождения. Стоимость за сутки составит 10 евро при резервировании и 13 евро без нее. Звездочка Тенерифе Южный. Паркинг для туристов один. Он расположен в самом аэровокзалу в нескольких метрах от терминала. За час при резервировании придется заплатить 1 евро, без него – 1 евро и 10 центов. Звездочка Лансаорти. Аэропорт предлагает две парковки, одна для региональных и международных полетов, вторая для полетов между островами только. Первая находится в терминале 1, вторая – в терминале 2. Стоимость у парковок одинаковая. За час без резервации придется заплатить 1 евро и 12 центов, с резервацией – 1 евро. Звездочка Обратите внимание. Точную стоимость и возможность зарезервировать паркинг можно узнать на официальных сайтах аэродромов. Схемы аэровокзалов доступны по следующим ссылкам – Гран Канария, Тенерифе, Южный, Лансароте. Аэровокзалы Тенерифе-Саус, Лансароте и Гран Канарии предлагают следующие услуги – магазины. Количество магазинов отличается в зависимости от аэропорта, однако во всех имеется дати-фри, магазины с едой, одеждой и сувенирами. В Лас-Пальмас можно также найти ювелирный, спортивный, детский и магазин электроники. Кафе и рестораны. В каждом из трех можно найти кафетерии с едой на вынос, рестораны, фаст-фуды и бары по всему аэровокзалу. Вип-залы. Они доступны за отдельную плату или по специальным карто-доступа. В аэропорту Гран Канарии он расположен на втором этаже с 6 утра до 22, связаться можно по телефону плюс 34, 928, 57, 90, 94. В Тенерифе южный зал находится на одном этаже, время работы зависит от дня недели, забронировать можно по номеру плюс 34, 922, 759, 425. В Лансароте время работы с 6 утра до последнего рейса, связаться можно по номеру плюс 34, 928, 846, 345. Стоимость за вход составляет 26 евро и 20 центов для взрослых, 12 евро и 60 центов для детей и бесплатно для детей до 5 лет на июль 2018 года. Банки и банкоматы. Есть пункты обмена валюты, а также банкоматы и иронит. Во всех аэровокзалах они расположены на одном этаже. Детские зоны. Они бесплатные и предоставляют все необходимое для ребенка, кроватки, игрушки, диваны и прочее. Находятся на одном этажах. Упаковка багажа. Это производится при помощи специальной машины. Они находятся в зоне регистрации. Капельни. Они находятся только в аэропортах Тенерифе, один этаж, и Гран-Канарии, два этаж. Доступ имеют пассажиры всех религий, которые желают помолиться. Медицинская помощь. Пункты первой помощи и дефибрилляторы расположены по всему аэровокзалу. Чтобы подключиться к бесплатному интернету на территории трех главных аэропортов Канарских островов, нужно выбрать сеть под названием EO, PTFR и Wi-Fi и ENA. Войти в браузер и подключиться с помощью эмейла или аккаунта Фейсбуке, Линкедине или IANA Club. Можно подключить как один электронный девайс, так и несколько. Если возникли проблемы, можно позвонить по номеру плюс 34, 992, 80, 53. Обратите внимание. Интернет доступен бесплатно первые 240 минут. В транзитной зоне аэровокзалов находятся отели, в которых можно остановиться. На острове Гран-Канария близко находятся Кемпинг-Плая де Варгас, Финка-Ла-Манегуа и Эльба-Весендария-Аэропуэрто, бизнес и конвеншн-хотел. Близко к южному аэропорту Тенерифе находятся больше отелей. Самыми близкими из них являются Лос-Амигос-Хостел Тенериф, Сатавента-3, апартмент Лати-Джита, Кемпинг-Монтана-Роджа-Эл-Медана. В зоне аэродрома Лансароти находится достаточно много отелей. В перечень самых ближних входят Джави-Рент-Суниас-Хаус, Каса-Гвасимета, Ла-Конча-Баутик-Апартментес, МАГМА-РУМС. Прайват-Хотел, Хотел Беатрис Плая и СПА. Достаточно многими авиалиниями можно прилететь в аэропорты Канарских островов. В перечень компаний с наибольшим количеством направлений во все три аэровокзала входят Air Europa, Изижет, Канари-Флай и Бентер Канариас для перелетов между островами, Джермания, Хайнани Аэрлайнс, Jet2.com, TUI Авиалинии, Ryanair, Thomas Cook, Авиалинии, Наруиджиан Эйр. Обратите внимание, полный список авиалиний можно найти на официальных сайтах аэровокзалов. На Канарских островах аэропортом прилета из России является Тенерифе. Они выполняются авиалиния Аэрофлот из аэропорта Москвы Шереметьево и компании S7 из Домодедова. Сезонные полеты предлагает компания Азур из Домодедова и уральские авиалинии из Пулково. Канарские острова располагают тремя большими аэропортами, два из которых обслуживают более 11 миллионов пассажиров за год. Они предлагают паркинги, магазины, рестораны и другие услуги. Из РФ можно добраться до Тенерифе прямым рейсом.